В Люберецком краеведческом музее открылась постоянная выставка, посвященная космосу. В небольшом уголке собраны экспонаты, связанные с именем Юрия Гагарина, полетом Белки и Стрелки и другими символами отечественной космонавтики. Наша съемочная группа побывала на первой экскурсии. Люди всегда хотели полететь в космос. И 12 апреля 1961 года это свершилось. Первый полет человека в космос отмечают и по сей день. Накануне праздника ученики вторых классов 27-й школы отправились в Люберецкий музей, чтобы узнать больше интересных фактов и с помощью новых знаний стать ближе к космосу. Вот посмотрите, Белка и Стрелка одеты в костюмчики. На Белке красная, на Стрелке синяя. Как в мультике. В пинке у собачек были небольшие ручки, чтобы удобно было их доставать. Уникальные экспонаты из фондов музея, связанные с темой космонавтики, теперь собраны в отдельном уголке. Личные вещи Юрия Гагарина, Павла Беляева и Георгия Добровольского. Также здесь можно увидеть скафандр и кресло космонавта. Подробно изучить биографию первых покорителей Вселенной. Сейчас это очень востребовано. Дети идут, детям очень нравится. Очень большой интерес именно к истории, к Люберецкой истории. Тем более, тайны очень много покрыты космосом. Тем более, дети сейчас вообще всем интересуются. Мы придумали даже для разных возрастов разные программы. Кроме познавательной экскурсии, интерактивная программа для самых маленьких посетителей включает флешмоб. Ребята все вместе делают космическую зарядку. А затем, вооружившись кисточками и красками, создают своими руками сувениры ко дню космонавтики. Ученик 2-го А. Матвей Шпигель признается, после такой увлекательной экскурсии желание бороздить просторы Вселенной стало еще больше. Я хочу о нем все знать и туда полететь и посмотреть, что там вообще с виду. Но я еще узнал то, что когда ракеты летают, мелкие детали вылетают, становится одна маленькая, где космонавт летит. Вот эти вот все детали, они собираются, экономятся, и поэтому очень много мусора возле планеты, даже сейчас. И ученые это хотят сделать так, чтобы этого мусора больше не было. Изначально сотрудники музея планировали проводить такие космические встречи до 12 апреля включительно, но из-за большого количества желающих программу продлили до конца недели. Уиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.